Грибы можно применять в этих целях Поэтому я сегодня продолжаю свою рубрику Грибная косметичка Чтобы побольше вас ознакомить С грибами в косметологии И сегодня в нашей косметичке Гриб лисичка Мне посчастливилось И я в октябре нашла Несколько лисичек И решила показать вам Что можно приготовить по уходу за кожей Из этих грибов Лисички востребованы в косметологии И многие производители косметики Уже давно используют вытяжки И экстракты из гриба лисички В своей продукции В лисичке содержится Очень большое количество антиоксидантов Они, вы знаете, очень полезны И для организма нашего И для кожи И большое содержание витамина С И витамина А Если вы не успели Собрать лисички То есть у вас нет Свежих лисичек Вы всегда можете Заменить свежие лисички Высушенными Если не успели заготовить Купите их на рынке То есть высушенные лисички Вы на ночь Замачиваете в воде И уже на следующий день Вы получаете полноценную Хорошую лисичку Маски из лисичек Увлажняют и смягчают кожу Выравнивают цвет лица И придают коже Слегка бронзоватый оттенок Кроме того Они тонизируют И ускоряют обновление клеток И помогают избавиться От сложных прыщей При регулярном употреблении Лисичек в косметологии Многие заметили Подтягивающий эффект И повышение упругости кожи Сейчас я вам расскажу Как применяется лисичка Для разных типов кожи Для сухой кожи Гриб измельчается И добавляется Одна столовая ложка сметаны Для возрастной кожи Вы гриб просто измельчаете Без добавления всего Наносите на лицо А сегодня я вам хочу показать Как сделать питательную маску Для лица Которая подойдет Любому типу кожи Для этого вам нужно Измельченный гриб То есть лисичку вы можете Измельчить Или в мясорубке Или в блендере Овсяные хлопья Их вы тоже Измельчаете В принципе Это можно сделать Вот такими движениями Рукой Почти до состояния муки И все это Нужно залить Зеленым чаем То есть Вы завариваете Зеленый чай Даете ему настояться Минут 30 И когда он приобретет Свой красивый оттенок Вы его чуть-чуть Добавляете В нашу массу Единственный нюанс Который я вам посоветую От себя В приготовлении Такой маски Как увидели Что Кашица Получается Еще не вязкая Добавьте Еще овсяных хлопьев Овсяные хлопья Нам кожа Только помогут Ну и никак не Снизят Действие лисички То есть Мы ее Залили Горячим Зеленым чаем И пусть Она у нас Чуть-чуть настоится Даст вязкость И подостынет Наносить ее Можно теплой На лицо Что будет намного Приятнее И пока Наша маска Настаивается Я вам покажу Как делать Слосье У меня уже здесь Порезаны лисички Порезанный гриб Вы просто Заливаете водкой Как-то я уже Рассказывала Что так же Делается Настойка Для Применения Внутрь То есть Для лечения Если у вас есть Готовая настойка Вы можете Применять ее Если нет Сделайте лосьон 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 Также можно делать И из сушеных грибов Лосьон Приготовленный Из лисичек Обладает Бактериальными И противогрибковыми Свойствами Поэтому Этим лосьоном Очень хорошо Лечить Заболевания Проблемной кожи То есть Фурункулы Прыщи И подобное В течение Двух недель Вы протираете Проблемные Участки Кожи Ватным Диском Утром И вечером Две недели Вполне Достаточно Чтобы избавиться От любых Прыщей С помощью Этой Настойки Что еще Полезного Можно получить С данного Лосьона Когда он Остается Вы можете Его развести Один к одному С любой Минеральной Водой И уже Использовать Его намного Чаще Еще Делаю Так Одну Чайную Ложку Настойки Лисички Добавляют В любой Ваш Тоник Которым Вы пользуетесь То есть Одну Чайную Ложку Ваш Любимый Тоник Это Усилит Его Работу И Будет Еще Лучше Очищать Кожу Наша Маска Готова Она Получается Очень Вязкой За счет Овсяных Хлопьев И Можно Ее Наносить На Лицо Процедуру Нанесения Маски Лучше Делать Лежа Достаточно 20-30 Минут И потом Вы ее Снимаете Ватным Диском И Ополаскиваете Лицом Ну Вот И все Что я Хотела Вам Именно Сегодня Рассказать Так Что Будьте Здоровы И Потрясающе Красивы И Сходите На Мой Канал До Новых Встреч Пока Пока